Из Сибири в Крым на малолитражке новосибирские путешественники добрались до полуострова на Запорожце автомобилю без малого 60 лет, но почтенный возраст не помешал машине с честью преодолеть горные серпантины и перевалы. Екатерина Стывко познакомилась с путешественниками. ЗАЗ-968 Большая удача удалось сохранить руль. Правда, пластиковая обшивка обтрепалась, ее заменили на деревянную. Для комфорта водителя и пассажиров сиденье пришлось тоже поменять на тойотовские. Установили навигатор, сердце машины также от другого авто. Для путешествия установлен более современный двигатель, если так сказать, что современный, в кавычках, потому что он тоже где-то 80-го года выпуска. Это двигатель следующей модели, ЗАЗ-968. Более мощный и более современный, можно сказать. За порожец машина небольшая. На крышу установили вместительный багажник. С собой взяли запасную канистру бензина. Машина сжигает 8 литров на 100 километров. Плюс туристическое снаряжение. Отец и двое сыновей отправились в путь. С мамой они должны были встретиться уже в Крыму. Машинка не подвела абсолютно никак. Я даже не ожидал такого поворота событий. Были, конечно, проколы колес. Пробивали, отломили одно колесо на обратном пути. Попали в Саратове, в яму, в колодец. Восстанавливались, дальше ехали. За шесть дней путешественники пересекли полстраны. Опасений было много, ведь двигатель охлаждается воздухом. При 30-ти градусной жаре произойти могло все, что угодно. И у нас даже был план Б, когда мы закладывали бюджет. Если вдруг что-то пойдет не так, то будет эвакуатор и его отвезут туда, куда мы скажем. Но не понадобилось. План А. Судак, Севастополь, Мистер-Ханкут, Евпатория объехали большую часть полуострова. Горбатому оказались по силам даже высокие горные перевалы. На каждой остановке с путешественниками фотографировались. Голубой Запорожец стал звездой местного телевидения. Вспоминается внимание людей, как нам предлагали запчасти почти на каждой остановке нашей. Дальнобойщики часто на своей волне обсуждали нас. По рациям нам рассказывали про это. В основном только наш Запорожец был в эфире у них. Обратно до Новосибирска поехали тоже на машине. Кстати, Чанчиковы не в первый раз добираются до Крыма необычными способами. Несколько лет назад путешествовали на мотоциклах. Сейчас планируют новый маршрут. На Голубом Запорожце мечтают доехать до Тихого океана. Екатерина Стывко, Александр Миняйло. Новости ОТС.